Всем привет! Меня зовут Виктория и в этом ролике мы поговорим о том, как снять квартиру через сайт Сахибинден. Кстати, в прошлом своем ролике я рассказывала вообще, какие существуют способы аренды жилья в Алане. Поэтому переходите по ссылке, вот она будет вверху, там вы сможете посмотреть этот ролик. Вообще, сайт Сахибинден это как аналог авито русского, либо белорусского куфора. Там можно найти не только недвижимость, но и автомобили, какие-то товары для дома и так далее. Но сегодня мы рассмотрим, как снять квартиру через сайт Сахибинден. Первым делом нам необходимо скачать приложение Сахибинден. Оно есть как для Android версии, так и для iPhone. Скачиваем его и регистрируемся. Дальше заходим уже непосредственно в само приложение. И нам необходимо выбрать вкладку MLAC. Это в переводе обозначает недвижимость. В этой вкладке мы опять видим меню. И нам необходимо выбрать CONUT, жилая недвижимость. Здесь есть 4 раздела. Первое это у нас покупка. Второе аренда. Третье краткосрочная аренда. Но так как мы ищем в аренду на долгосрок, мы выбираем киролик, то есть в аренду. Здесь у нас опять раскрывается весь перечень меню. Если вы хотите там виллу снять, вы можете выбрать вкладку VILA и жить по-богатому. Но нам просто необходимо выбрать квартиру, поэтому нажимаем DAIRA. Возможно, я произношу неправильно, но суть та же. И как видите, у нас появились различные квартиры. Теперь нам нужно применить фильтр для того, чтобы выбрать город, район, а также квартиру. Заходим в фильтр и выбираем вкладочку ADRES. Здесь вот у нас первое это выбрана страна. Турция, ее мы не меняем. А дальше уже ищем город, в котором мы хотим арендовать квартиру. Раскрываем список. Выбираем провинцию Анталия. Если вам необходим город, который находится в Анталийской провинции, то дальше мы ищем город. Раскрываем вот этот список и выбираем здесь Аланью. Нажимаем TAMAM. И теперь нам необходимо выбрать непосредственно район, в котором вы хотите жить. То есть в Аланье есть много районов. Раскрываем список и выбираем, например, один либо несколько районов. К примеру, выберем Kistel, Oba и Mahmutlar. Мы выбрали и нажимаем вкладочку TAMAM. Снизу опять нажимаем TAMAM. И в принципе, здесь мы можем дальше поиграться с различными настройками. Например, следующий Fiat это стоимость. Мы можем указать стоимость либо в лирах, за которые мы готовы снимать квартиру, либо в долларах или евро. К примеру, мы выберем, что в долларах квартира у нас будет, например, от 200 до 400 долларов. Нажимаем TAMAM. И дальше, например, еще мы можем выбрать квадратуру, либо можем выбрать квартиру какой планировки. Например, выберем еще квартиру планировки 1 плюс 1. Нажимаем вот эту вкладку и ставим галочку напротив квартиры 1 плюс 1. Нажимаем TAMAM. И в принципе, я больше настроек никаких не делаю. Нажимаем вот эту кнопочку. Здесь у меня уже появились квартиры, которые сдаются на долгосрочную аренду. Еще я люблю отсортировать квартиры от более свежих объявлений к более старым. Поэтому я захожу сюда и ставлю галочку вот напротив вот этого пункта. И нажимаю кнопку. Все, квартира у меня полностью отфильтрована. Теперь я просто сижу и выбираю квартиру. Например, меня заинтересовал вариант квартиры вот этот. Я захожу, просматриваю все фотографии, которые есть. Также я могу почитать, что пишут про эту квартиру. Для этого мне необходимо перейти в эту вкладку. Вот мне пишут, что ее стоимость 300 евро. И могу посмотреть на карте, где находится квартира. Иногда они ставят прямо точно, где находится квартира. Иногда просто вот так обводят кружочком район. Все, возвращаюсь на первую вкладку. Просматриваю фотографии. И если мне, например, квартира эта понравилась, я нажимаю кнопку АРА. Здесь у меня появляется номер телефона. Я его просто копирую, добавляю к себе в контакты. Захожу в WhatsApp и пишу уже арендодателю квартиры. Задаю какие-то вопросы и договариваюсь о просмотре квартиры. В принципе, это и все нюансы, как искать квартиру через сайт Сахибинден. На этом у меня сегодня все. Подписывайтесь на канал. Дальше будут еще более полезные и информативные ролики. Также подписывайтесь на мой инстаграм-аккаунт. Там я 24 на 7. Также оставляйте комментарии. Всем пока-пока! Субтитры сделал DimaTorzok